Российские генетики научились спасать людей от смерти при наркозе. Российские генетики научились спасать людей от смерти при наркозе 10-29. Фотолия, Тоболанда. Кооперации. Фотолия, Тоболанда. Москва, 25 и Анфрия новости. Ученые из медико-генетического центра. Дженотек. Впервые в России выявили у ребенка редкую мутацию в гене. Риуан. Которая могла привести к смерти во время общего наркоза. Об этом сообщает пресс-служба центра. Родители обратились к нам из-за другого заболевания, которое предполагало хирургическую операцию под общим наркозом. В целом довольно многие клиенты обращаются к нам с просьбой оценить эффективность и побочные эффекты лекарственных препаратов с помощью ДНК-тестов, пояснил генетик Валерий Ильинский, генеральный директор. Дженотек. С тех пор как появились первые анестетические препараты, погружающие человека в бессознательное состояние, в котором он не чувствует боль, ученые спорят, как именно они работают. Одни считают, что это просто состояние глубокого сна, которое в принципе не отличается от природного. Другие с этим не согласны. Они ссылаются на наэксперименты и наблюдения последних лет, из которых следует, что общая анестезия останавливает внутренние биотчасы человека и в целом меняет работу организма. То есть, по мнению медиков, это совершенно иное состояние, у которого нет аналогов в природе. Эти споры во многом связаны с тем, что анестетические препараты зачастую отличаются очень опасными побочными эффектами и могут или серьезно повредить здоровье человека, или даже убить его. Яркий пример злокачественная гипертермия, возникающая у примерно каждого десятитысячного пациента-анестезиологов. 6 мая 2016-12.31 в Татарстане возбудили дело о смерти ребенка в больнице после анестезии. Исследователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту смерти упавшего с качели ребенка после оказанной медпомощи в районной больнице. В таком случае молекулы анестетика заставляют мышцы неконтролируемо сокращаться. Что ведет к конвульсиям, резкому росту потребления нутриентов и кислорода и повышению температуры тела до 42 градусов. Затем следует массовая гибель мускулов и отказ органов, что в 75% случаев, если человеку не окажут своевременную помощь, заканчивается смертью. Причиной этого ученые считают мутации в генах, отвечающих за работу различных ионных насосов в мышечных клетках. Сейчас известны шесть мутаций, которые гарантированно приводят к развитию злокачественной гипертермии, и в большинстве развитых стран перед анестезией проводят тесты на их наличие. Специалисты провели первый подобный тест в России. Это позволило выявить крайне редкую мутацию в гене у ребенка, готовившегося к операции под общим наркозом. Как отмечают ученые, ранее эта мутация была описана у нескольких жителей Франции, но в России ее не находили. 4 июля 2018 года 15-25 ученые доказали, что люди сохраняют сознание при полной анестезии, как подчеркивают генетики. Наличие таких мутаций не говорит о том, что их носитель навсегда будет лишен анестезии. На Западе для борьбы с гипертермией давно применяется мышечный релаксант дентролин, мешающий неправильной прокачке ионов кальция в клетках мускулов. В России это вещество не используется, так как оно не зарегистрировано здравоохранительными службами. Недавно родители погибших при анестезии детей потребовали от чиновников Минздрава внести препарат в список разрешенных лекарств, чтобы предотвратить последующие смерти.